Вчерашнее районное планерное совещание прошло под председательством первого заместителя главы района Руслана Емыкова. В работе совещания приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений, представители центральной районной больницы, Роспотребнадзора, службы судебных приставов. В начале планерки Руслан Емыков сообщил о кадровых назначениях. Так, начальником Кашхабского районного отдела судебных приставов Республики Адыгея назначена Анна Жилина. Уважаемые коллеги, в районе произнесли каждые изменения. Хочу вам представить нового начальника Кашхабского районного отдела судебных приставов Республики Адыгея Жилина Анна Жилина. Поздравляю вас на территории района. Надеемся на плодотворное, на его эффективное сотрудничество. Хотим пожелать вам успехов. Ваши начинания всегда, отношения с отделом были очень эффективными. Было взаимопонимание, были хорошие результаты. Что касается хороших и предварительных отношений, я полностью с вами согласна. Надеюсь, что в дальнейшем также будем с вами плодотворно работать. Далее слово было предоставлено начальнику отдела по делам ГОЧС Николаю Звереву, который проинформировал присутствующих о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабском районе по состоянию на 12 апреля 2021 года. На сегодняшнее утро на территории района находятся на лечении 11 человек. Из них 4 человека находятся на стационарном лечении, и 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Что касается динамики, в прошлый понедельник у нас было 8 человек на лечении, на этот понедельник у нас 12 человек. То есть за неделю у нас 5 человек добавилось в том, ну и кроме того, 2 человека выздоровело. Поэтому у нас на сегодняшний день на лечении находится 11 человек. Необходимость уведения пристального внимания всем банкетным мероприятиям и похоронным процессам, которые будут проходить на территории сельских поселений. Давайте опять вернемся к практике вручения уведомлений под роспись и контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. То есть банкетные мероприятия у нас уже разрешены проведение, но с соблюдением определенных условий, в частности расстояние между столами 4 метра и заполняемость зала не более 50% от вместимости. В рамках совещания были обсуждены ход прививочной кампании на территории муниципального образования против коронавирусной инфекции, ход призывной кампании, контроля за реализацией национальных проектов и госпрограмм, качественного исполнения показателей эффективности работы органов власти и местного самоуправления. В завершении совещания Руслан Ямыков нацелил коллег на эффективную работу и призвал максимально ответственно подходить к решению насущных проблем во всех сферах жизни и отметил, что все поручения находятся на личном контроле главы администрации Кашхабрского района.